Добрый день! 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 краткий отчет. Основной отчет будет представлен перед населением и советами дефолтатов. Здесь указаны основные цифры. Основные цифры выглядят следующим образом. Мы сравним с аналогичным периодом прошлого года. Выполнение программ выросло с 90 до 95%. Бюджет 2019 года – 970 млн. на 2020 год – 1,441 млрд, вырос на 0,5 млрд рублей. У нас есть три основные программы, которые мы представили правительство, получили одобрение, поддерживаю советы депутатов. О них хотелось бы сейчас пройтись, но перед этим хотелось бы сказать, что мы, Сергей Владимирович, обсуждали вопрос. Бюджет 2020 года, планы 2021-2022, мы обсуждали все на общественном и публичном послушании. Но зачастую он кажется нам не информативным. Этот вопрос я обсуждал с Сухаревым Михаилом Михайловичем, председателем Совета депутатов. Мы приняли решение для себя подготовить стратегию, план развития городского округа Красноармейск на 2020-2030 год. Сейчас мы его формируем, исходя из бюджета трехгодового. Далее всем подразделениям данного поручения подготовить план на 10 лет. Выглядеть он будет приблизительно так, если рассматривали план по дорогам. Мы берем перечень дорог, реестры, выставляем их в план. Первая самая лучшая дорога, последняя самая лучшая. При получении финансирования и подтверждении программы Московской области, мы понимаем, какие дороги мы будем делать в первую очередь, какие дороги будем делать во второй очередь. То же самое по подъездам, то же самое по нашим образовательным учреждениям, по рам, тротуарам. В этой части мы указанную стратегию и план выносим на осмотрение общественности и общественное обсуждение. Общественная палата направляется в Совет депутатов, в трудовые коллективы, чтобы каждый мог посмотреть и сказать, что, наверное, стоит какую-то дорогу поставить выше, но она хуже по качеству. И мы таким образом составим народный план работы на ближайшие 10 лет. Понятно, что любые работы связаны с финансированием. Мы понимаем, что если денежные средства поступают, ну, там есть разные статьи, да, строительство дорог – это грунтовые дороги, капитальный демонт – это асфальтированные дороги. Но если мы понимаем, что по программе строительства мы входим в программу развития и нам дают денежные средства, значит, мы уже знаем, какие дороги мы будем ремонтировать. Если мы входим в программу губернатора, там, не знаю, благоустройства, да, дворов, в том числе мы должны делать 10, не менее 10 дворов в год, да, мы сразу их пропишем на ближайшие 10 лет. Это не умаляет самой сути голосования по системе добродетель. То есть, каждая дорога и каждый год может меняться по результатам голосования. Но цель одна, чтобы в первую очередь жители знали, что администрация, совместные средства депутатов, общественностью планируют делать на ближайшие 10 лет. Какие-то объекты у нас будут иметь четкие градации, да, четкие данные, например, как вот прописанные в этом году, да, крупные наши объекты и крупные проблемы, которые мы решаем, да, какие-то будут стоять в листе по рейтингу, да, все это будет в любом случае обсуждаться достаточно долго, чтобы каждый мог высказаться, знать, что общественная палата проводил мониторинг. Войдут максимально все вопросы, которые есть у нас по 19 программам, в любом случае у нас бюджет программный, в любом случае мы будем исходить из формирования этой стратегии и плана по тем программам, которые уже приняты, и, соответственно, формировать повестку на будущее. Что это нам даст? Это даст нам строгий и понятный план движения не на 3 года, а план на 10 лет. Каждый житель будет понимать, что будет происходить и какая дорога или двор в плане строить, когда он может ожидать свою очередь. В том числе и по дому, например, переселения, это ветхоаварийное жилье. Мы вошли в программу 2025, программа строительства 12-этажного четвертоподъездного дома на 291 жилое помещение, на 661 жителя. Участок выделен на Красноподской 7. У него целевое назначение строительства дома под переселение, под программу. Мы понимаем, какие квартиры войдут. Сейчас уже проведена оценка этих квартир. Сейчас готовится уведомление каждому собственнику, пользователю с указанием данных соглашений, которые все подпишут. И далее сейчас идет спроектирование дома. В первом квартале уже начнутся строительно-монтажные работы. Общая сумма на ближайшие полтора года – это 647 миллионов рублей, 400 миллионов – это 2020 год, 247 – это 2021 год. Наше софинансирование в этой программе понижено с 16,9 до 10,9. в части выравнивания бюджета по программу «Трехпапа» по программам бюджетом принятым 5-го, 12-го и 2019-го года в Московской области дополнительно спущена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на наше софинансирование. Центральная площадь, бывший стадион денег на этот год установлено финансирование в размере 70 миллионов рублей, 63 – это денежные средства российской формии в Московской области, 7 миллионов рублей – это денежные средства городского округа Красноармейск. И плотина – наша городская программа двухгодичная, 2020-2021 год. Общая сумма финансов 36, 30 миллионов – это денежные средства Российской Федерации Московской области и 6 миллионов – это средства городского округа. По этому году, как я уже сказал, наше софинансирование 10,9, и того, общее участие в программах почти 70 миллионов, ввиду того, что у нас нет денежных средств, Московская область пошла на встречу и внесла в бюджет компенсацию выравнивания этих денежных средств. Хотелось бы в рамках обсуждения плана, стратегии, чтобы каждый из присутствующих, но это не обязательно сейчас, потому что срок программы будет формировать, подготовить какое-то предложение по своему направлению или по тем направлениям, которые близки, чтобы мы могли их максимально учесть при планировании на ближайшие 10 лет. У меня все, спасибо. Уважаемые. Уважаемые коллеги. Какие будут вопросы? Пожалуйста. Игорь Александрович, у меня один вопрос. В свете поручения президента Российской Федерации известно, что все обозначенные учреждения сейчас готовы перейти на полное обеспечение питания детей из 4-й класса. Я понимаю, что сейчас оциклы говорить рано, но мы хотим понимать стратегически, что нам в этом плане нужно делать. Не совсем верно. У нас сейчас все дети из 1-го и 4-го класса получают питание. Президентам озвучена следующая задача. Подготовиться к увеличению количества приемов в 2, возможно, в 3 раза. Мы говорим сейчас о полноценном завтраке, обеде и, возможно, полденьке. Вчера совместно с коллегами из образовательных учреждений мы посетили две наши точки. Питание организовано 4-я школа и гимназия номер 6. Посмотрели, что не хватает. Дано задание руководителям учреждения, директорам школ, подготовить предложение по модернизации технической базы, ремонты, кухни, плиты и так далее. В настоящий момент в настоящем министерстве подвозвания запрошено количество детей, которых необходимо обеспечить 2-х или, например, 3-х разовое питание. Эту работу мы введем. Соответственно, сейчас получим данные, что необходимо внести какие-то изменения по материально-технической базе. Ну а по детям тут все зависит от питания и, соответственно, по расчету материально, во сколько это будет, во сколько это пойдет за бюджет в город и, соответственно, в Словскому области. Здесь хотелось бы обратить внимание, что личное, наверное, не столько количество, сколько о резервах, например, в школе номер 2, где сейчас в общественной палатке поступает обращение, потому что там малые будущие. Не нужно, не такая ситуация. Озвученные вами учебные заведения не имеют самостоятельного конкурса приготовления пищи, они служат только для выдачи и, соответственно, организации питания. Увеличить количество площадей питания в данном случае задача тоже поставлена, но мы понимаем, что школы были не в 4-й, а в 6-й. Для справки, по-моему, интересно, можно посмотреть по-разному. И разно-по-разному проектировались школы. И эта разница не в один-два раза, а раз в 10, наверное, питания в школе, в гимназии много 6 больше. Мы говорим о том, что в настоящий момент при одноразовом питании нынешняя система, системное образование, справляющая, мы говорим о том, что увеличится количество приемов от мужей к лучшему, того же количества детей. То есть детей не увеличивается. Мы не увеличиваем количество детей, мы увеличиваем количество приемов, и для этого нужно и подготовить материал-техническую базу прежде упроизводственной, потому что 4-я готовит для 2-й, а 6-я для 3-й и 1-й. И, соответственно, увеличить штат персонала, который будет организовывать влюбочек. Вот эту всю систему сейчас обсчитываю и даю предложение. В любом случае мы должны понимать, что все это завязано на денежных средствах. в части которой мы получаем задачу от Министерства образования и получаем соответствующие денежные средства на модернизацию, на увеличение количества приемов пищи и продуктов увеличивается в 20% на 1%. — Вы знаете, хотелось бы еще такое предложение внести, чтобы в расписании предусмотрели дополнительно время на перемены, потому что детям надо успевать принимать пищу, потому что даже сейчас с этим есть проблемы. Дети просто не успевают. Даже сейчас. не прозвучало, но я не услышал по окосам травы в городе, как велась работа, и по борьбе с борщевиком, что планируется на ближайшие годы, как будет построена работа. Я так понимаю, что это не через бюджет администрации, наверное, проходит, а через... — Нет, нет, это денежные средства борщевик. В этом году был поставлен увеличенный план для борьбы с борщевиком, и порой сихими перекосили его. План мы выполнили на 100% денежные средства медицинского хоза Московской области после финансирования, ну там, после финансирования нашего мета, 100% денежные средства Московской области. План выполнен, также подготовлен документы, ну, кто видел, либо косим, либо обрабатываем несколько раз химией, ну, скажем так... — В следующие годы это стоит? — Нет, это всё стоит, да. Работа идёт со плановой, потому что в 2019 году принят нормативный право вражда за то, что Московской область установящая ответственность для пользователей собственных земельных участков, тех, кто не борются самостоятельно с борщевицами Московской области. — У берега Бори основные заросли, которые там опасны ухитрируют и ухитрируют. — Главное стоит, что касается ОКОСа, то ОКОСа на территории, приблигающей по хозяйствующим субъектам, не относящихся к муниципалитету, это их от зоны ответственности, управляющие компании от зоны ответственности, вся остальная территория — это МБУ городское хозяйство, где закуплены ОКОСы на трактора и, соответственно, на сотрудников. По нашему предложению в сентябре месяце о доме на Советных Депутатах увеличение финансирования, штат подобран, сейчас ему не сложно сказать, насколько квалифицирован лето, мы входим в зиму, в осень, весной, входим уже с увеличенным штатом по ОКОСу травы, но там все уборка, уборка территории, там работники по зеленению, дворники. Вы можете сказать непосредственно, кто нас возглавляет по-другому правилу? Мы. И Сергея Владимировича, мы будем представить ее отручку. И курирующая замка. Покитая Сергея Анатольевича. Спасибо. Я хочу поговорить о своеме срока. Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, как будет реализован проект в обеспечении центральной площади? Можно ли ожидать, что в этом году будет завершен? Софинансирование подписано, соглашение о сроке реализации 2020 календарный год. Спасибо. Дмитрий Александрович, пожалуйста, остаемся с поддома в этом году. Посмотрим, что все начнется. Вы обещаете с ноября месяца? Нет. Смотрите, никто не обещает, что он начнет строиться с ноября, потому что в ноябре был оформлен земельный участок. В ноябре было подписано к существующему договору договор, дополнительное соглашение о том, что дом под переселение. Сейчас ведется разработка проектно-смертной документации. Ну, если кто-то занимался спорректированием, понимает, что запорректировать дом, ну, с учетом того, что все помещения, если 2211 нестандартные, это процедура, ну, не одного месяца. Мы планируем, что полностью разрешительная документация будет получена от трех до шести месяцев. Параллельно, есть договоренность с подрядной организацией, что они начнут подготовительные земляные работы и ограждение территории. Плюс, как я уже сказал, завершена работа по оценке жилых помещений. Сейчас ведется уведомление, потому что, скажем, собственно, нужно подписать соглашение о том, что он переселяется в этот дом или получает компенсацию согласно оценке. Работа ведется, есть дорожная карта, можно с ней, если есть желание, мы можем ее направить в общественную палату, ну, чтобы было принимание по сроку. Окончательный срок реализации по дорожной карте это передача ключей, сентября 2021 года. Так, вопросы есть? Уважаемые коллеги, мы с вами все работаем напряженно, в 2017 году работаем по монетургу национальных проектов. В каждой комиссии есть результаты по нашим объектам, по дворам, по домам, по детским площадкам, по спортивным площадкам, по нашему блоку здравоохранения. Поэтому в ближайшее время для того, чтобы оказать помощь и конкретный материал дать для стратегии развития социально-экономического, я думаю, нам надо обобщить все замечания по каждому объекту, и мы направим все это на имя Кирилла Исааковича, как главы города, чтобы он в своем распоряжении направился к структурным предприятиям для работы. чтобы все те, что мы с вами выявили, недостатки, были учительны в разработке данной стратегии. Такое предложение принимается, поэтому, пожалуйста. Можно еще одно слово? В рамках стратегии я бы хотел, но прежде всего, к вам обратиться как к ведерому общественному мнению. у нас есть программы, есть предложения, есть наши мысли, но в любом случае документ будет основываться исключительно на предложениях жителей. Если администрация видит, что, например, условно, пионерство нужно сделать, это спортивный, а общественность говорит, нет, сначала делаем спортивный, и мы собираем мнение, ну, количество голосов так будет проводить общественное обсуждение. В любом случае, конечный документ, вот когда мы его полностью сформируем, он будет направлен не просто на обсуждение, да, предложение, а на публичное слушание после этого, на утверждение согласования Совета депутатов, и тогда он уже приобретет уже окончательный документ. Здесь любые предложения обсуждаются. Мы исходим из того, что мы выстраиваем, знаете, как вот, то учреждение есть у нас, да, это некая эффектная ведомость тех вопросов, которые у нас есть. Мы выставляем приоритеты, мы говорим, что вот на это стоит обратить внимание и доверяемся полностью мнению жителей, потому что что предлагаете, то и будет делаться в первую очередь. Программы есть разные, мы тоже должны это понимать, да, если в этом году у нас был упор на одни программы, то в следующем году в рамках реализации тех задач, которые ставит президент и поставит 29-го числа губернатора, мы тоже корректируем свои направления. Нам сейчас выгодно входить в областные и федеральные программы, потому что нам они откроются за 10,9% бюджета. Ну, мы тоже должны понимать, да, например, мы один тротуар сделали в этом году за 300 тысяч рублей, а весь объем ремонта дорог, 7-й дорог, нам вышло в 700 тысяч рублей. То есть, ну, мы исходим из разумности, да, каких-то вещей, и нам важно мнение каждого присутствующего и каждого жителя, чтобы они сказали, да, знаете, на это обратите внимание, чтобы мы тоже не... Мы и, скажем так, дом, центральная площадь и плотина, это некие те запросы, которые мы как раз обсуждали в самом начале, то есть, сказать, да, мы хотим двигаться в сторону. Мы слышим, мы делаем. Это не говорит, что мы останавливаем какие-то иные проекты, мы говорим о том, что если у нас получится реализовать, если брать комфортную среду, получится реализовать центральную площадь в те сроки, которые перед нами ставит Министерство Другогоустройства, то мы можем выйти на реализацию, скорректировать проект банного леса и выйти на финансирование банного леса. Да, при этом, там будет весь необходимый перечень территорий, которые мы предполагаем нужно благоустраивать. Это вдоль реки Боря Драгарина, вдоль, значит, предложения будет благоустройство бывшей территории Парижа, Парижа, поступая предложения по благоустройству с первого, четвертой до первой школы. Мы здесь говорим о том, что это не наши планы, это планы общественности, это планы жителей, что необходимо сделать. Вплоть до того, что где поставить, ну, может быть, немножко утрированно, но там будет часть Светлый Город, где поставить дополнительное освещение, где проработать, сейчас мы прорабатываем вопрос энергосервисного контракта, замена всех паналей на светодиод, прокладку новых линий. Чтобы мы поняли в этой ситуации до конца друг друга, денег много не бывает, было много, сделало бы все сразу же. Мы выставляем приоритет. Вот появился у нас на Светлый Город миллион рублей на прокладку новых сетей. У нас уже в этом рейтинге есть улицы, где необходимо дополнительные светильники поставить. Появился на тротуары К-примор, мы ставим дополнительно на К-примор. То есть, это план, он, вектор его по направлению. Если мы сейчас имеем финансированный вот трех проектах, это дом, центральная площадь и плотина, да, вот оно реализовано, и там по годам будет прописано. Не было бы финансирования, мы также запланируем на 2026-2030 у нас есть дома, имеющие признаки веткости и аварийности. И мы эти дома включим в этот перечень на 2026-2030. Если у нас получится этот дом реализовать в ближайшие полтора-два года, да, мы будем просить правительства перенести, они смотрят в реальность. Если вы умеете реализовывать, умеете выполнять программу, возможно, подвинуть, потому что не у всех это включает. Но мы надеемся, что у нас... Можно в это связи не такое пожелание, значит, вы сказали, что 10% детских площадок у нас, жители, дворовых территорий, значит, благоустраиваются. Вот, в частности, там, детские площадки появляются. Дело в том, что программа начата с 15-го года, и, по сути, уже 50% территорий воровых уже можно по факту считать благоустроенными. Значит, количество денег, соответственно, будет рассчитано на ближайшие пять лет, и программа, вероятнее всего, будет, ну, отрапортованной, что она закончилась. Поэтому, вот, мне хотелось бы, чтобы, как пожелание, повнимательнее отнестись именно к планированию этой работы, для того, чтобы не встать перехватом, что, ой, а у нас же еще там 10 дворов осталось, чтобы мы четко понимали, что оптимальное решение вот такое, значит, а это, извините, уже за рамками вот этой программы. Алексей Николаевич, извините, по итогам мониторинга дворовых детских площадок практически порядка 60-70 процентов этих уже площадок требуют ремонта. Ремонт, это не строительство нового? Нет, поэтому это пойдет опять скупризнать. это уже другие деньги. Нет, вы все сказали правильно, для этого мы проводим полностью мониторинг, мы, как люди, можем что-то забыть, не учесть, когда это обсуждение будет максимально открыто, чтобы каждый, чьи двора учли или не учли, мог увидеть и внести коррективы. Потом мы тоже, да, понимаем, что программа ремонта 10-ти процентов дворовых территорий в, ну, пусть будет, там, ближайший город, Матищий и Красноармейск, это разные финансы. Нет, конечно. Мы тоже это понимаем, потому что площадки, которые ставятся по программе губернатора, это 7 миллионов рублей. У нас на двор, зачастую, у нас на программу, наверное, выходит. Я как раз к этому и попрошу, что наши площадки не имеют ограждения, в отличие от губернаторских. Может быть, нам сделать, допустим, пять качественных площадок, но они с ограждением будут, вместо шельских. Нет, вот для этого мы собираем общественное мнение, чтобы мы понимали, знаете, как это вот, это игра не за культура, а есть бюджет, есть денежные средства, мы показываем, что есть, мы показываем нормативы, какие мы перед собой ставим, к чему идем, и уже от вас мнение, как это сделать. Исключительно, то есть, смотрите, вы, мне даже можете сейчас ничего не говорить, мы делаем только то, или будем делать только то, что нужно жителям. Вот основная, основная, спасибо. Так, у вас кто-нибудь, пожалуйста? Например, такой разговор пошел, Кирова Васильевич, хотел спросить, а что-нибудь делилось с объектами культурного наследия? Что-то меняется? Еще раз вопрос. Наверное, сдвинулась, объекты культурного наследия находится в видении главного управления культурного наследия Московской области. За него ответить не могу. Если вопрос конкретный, задайте его конкретно. У нас Свердлова-2 и Заречный Тупик находится в начальном состоянии и относится к объекту культурного наследия. Насколько я понимаю, это обоих объединения с новыми местами. Как она организуется? Смотрите, по этим объектам есть большая сложность ввиду того, что просто фонд капремонта их поставить капитальный ремонт не может и снести их нельзя. Здесь нужно совместный проект с главным управлением культурного наследия. Мы обращались, я общался с руководителем. Есть нюансы, которые можно долго обсуждать. Требования закона, что необходимо специализированная организация проводит оценку, она проводит же проектирование, далее и меньшее средства и так далее. Капитальный ремонт, на который могут попасть или реконструкция даже скорее эти объекты, сумма, ну, наверное, зашкаливающая больше, чем мы все это обсуждаем. Поэтому здесь должен быть иной подход, исключение их из этого перечня, для того, чтобы исключить, провести обычные капитальные ремонты и включить их обратно эти невозможно. Поэтому здесь программа государственная, мы в нее самостоятельно, без согласования с органами власти Московской области и Российской Федерации войти просто не можем. Да, Кейс, я тоже по последовременному вопросу в том, в том, в том, в том, как же презентация, на которой мы заняли первое место. Там, как раз, и чего было, так всего, рассказываю, приглашают туристов в городе. Федоров, ну вот, были презентации. Нет, нет, значит, это были точки роста по инициативе губернатора, реновация фабрики, в которой было предусмотрено частное инвестирование для поддержки Сбербанка с, скажем так, строительством благоустройства на Васильском острове. по указанным точкам роста мы дошли до второго тура, те, кто дошли до третьего тура, пока решение о дополнительном финансировании в рамках бюджета не предусмотрено в один университет на 20-й год. у меня несколько вопросов по, ну, я не знаю, как отчеты, или как это, отчет был, да? нет, у нас первые итоги... на что это было? информация. как-то, просто, ну, тогда я не вопрос... это не отчет пока, потому что слишком рано... не буду времени просто... я со мной не согласен в этой информации, просто... было как-то фактоисковерка. Елена Владимировна, можно я открыть репуту небольшую? Мы когда готовились к отчетам к нашим по профильным комиссиям, значит, я смотрела материалы МОСОПУДУМА, в связи с комиссией по экологии Полякова, озвучила цифру 5 миллиардных рублей, которые будут выделены на ликвидацию действующих свалок мусора, и в том числе инфекционированные свалок мусора в городе. Поэтому это не вопрос, это просто информация, которую я услышала, и которую вам предлагаю. Не упустите это, Михаил Михайлович, что-то... Мы выделяли, выделяли деньги. Ни одной бумаги отчета не было. Ни одной. Просто это очень важная задача... Надо посмотреть, кто-ли вот на стыке был, или сам... Я это все-то озвучила для всех. Выделяли деньги, да, выделяли. Выделяли деньги, В этом году это впервые, Поляков сказал в этом году, выделяется в том числе 4 миллиона выделяется. областные средства. И областные средства областные на 20-е годы. у нас проблема не санкционированных свалок, она большая. Администрация это не пропустила, вы, конечно, ничего не пропускаете, но все-таки нет, смотрите, здесь программа, о которой вы говорите, она строится за счет в том числе в настоящий момент решение муниципалитета обходит в эту программу рекоператор, да, и, скажем так, организатором этой программы является Минэкология. Наша задача отворим информирует и подавать те объемы, которые образуются. Ну, чтобы сделать или они нам подают, да, здесь обоюдная информация мы подаем, мы понимаем, что работа важная, мы обсуждали в последнем штабе, да, прорабатываем, фотографируем, отдаем здесь Уважаемые коллеги, вопросы все, мы выяснили, что у нас это и стоит как результаты первые результаты, основные результаты работают как информация, потому что отчет это дело Советы депутатов заслушивают отчет главы. Мы эту информацию получили, у меня предложение принять к сведению, дальше, поддержать инициативу разработки стратегии социально-каналического развития и отдать содействие, используя все эти материалы, которые у нас накопились по результатам наших мониторингов по тем направлениям, которые мы мониторим по реализации нацпроекта, то есть направить для включения в эту стратегию, ну а соответственно дальше обсуждение это уже планы дальнейшей работы в 2020 году. В. 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 развития и вностранства общества и поддержания и директора коммуникации между жителями военного леса и в Санкт-Петербургах. Главный волонтер. Есть Игнея Наталья Николаевна. За большие заслуги. Это все наши общительные проверки. 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 Доклад наш подготовлен в соответствии с пунктом 4.9. Это все наши общительные проверки. Это все наши общительные проверки. Основной институтом гражданской области в городском округе Красномерском области является общительная палата. 21 человек. 21 человек. Общительные советы. И при исполнительных портах муниципальной власти пока у нас при администрации действует 4 совета. Общественные организации и ныне коммерческие объединения всего 14 организаций. Но информация будет идти у нас и на презентации. Поэтому мы смотрим и туда. Общественная палата. Числились у нас 21 человек. Профильных комиссионов 6. Межкомиссионных рабочих групп 3. В течение года из состава общительной палаты вы были 3 человека. Это Нянькина Илья Владимировна, Зинатина Илья Антонасова. В декабре 2018 года у нас ушел Пашков Валерий Владимирович. И с этим в 2019 году проведена ротация в состав общительной палаты Баскаткова Ирина Владимировна, Иванова Екатерина Павловна, Лешакова Лариса Павловна. Активно работали в составе общительной палаты и консультант-эксперт. Коноприна Ильина Васильевна, Зотова, Павел Михайлович Федорова, Кондакова и Евгения Михайловна. Основные направления деятельности общественной палаты в 2019 году явились обеспечения общественного контроля и реализации национальных проектов, утвержденных указами президента, Организация обеспечения общительного контроля по соблюдению прав граждан в соответствии действующим законодательством сферы ЖКХ, благоустройства, дорожного хозяйства, торговли, здравоохранения, образования, культуры, реализации программ социально-экономического развития города. Развитие гражданских инициатив по решению общегородских проблем, содействие в реализации социальных проектов и общественных инициативов. Обеспечение взаимодействия жителей городского округа с органами местного самоуправления решений экологических проблем города. Деятельность общечной палаты является социально ориентированной и нацеленной конструктивной реализации с органами государственной власти и местного самоуправления в сфере реализации законов и насущих потребностей жителей города. В своей работе Общительная палата руководствует принципом работать на результат. В 2019 году Общественная палата провела 4 пленарных заседания, 13-е заседания Совета палаты, 4 кругов стола, 58 заседаний профильных комиссий, комиссионных рабочих групп и целевых рабочих групп. На заседании комиссий, проводимых в предложении представителей органов местного самоправления, при участии специалистов и экспертов, присутствия общественности, были рассмотрены актуальные для городского округа вопроса. Я не буду вам представлять работу отдельной комиссии, я думаю, что это выступление представят председатели комиссии, поэтому я этот блок выпускаю, я думаю, председатель комиссии лучше расскажет о всех тех проблемах, которые у нас есть. По результатам обсуждений в форме общительных слушаний, кругов столов и расширенных заседаний комиссий, вырабатывались рекомендации в адрес органов местного управления и органов управления регионального уровня. По решению комиссии и обращениям граждан с вопросом деятельности общественной палаты в различные станции направлено 136 тысяч. В течение года Общительная палата городского округа Красномейс активно работала на решение проблем жителей города, совместно с органами местного управления поднимала острые вопросы и добивалась их выполнения. Работа Общительной палаты с обращением граждан показывает достаточно высокую эффективность решения проблемных вопросов поставленных жителями. Всего поступило 171 обращение, из них 147 получили соответствующее решение. Основные обращения касаются вопроса о стаине контейнеров площадок, но это практически был обвал в первые полугодия и до сентября включить нет, не больше. Глуберстройство города, состояние дорог, экологических проблем города, проблем медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, качество безопасности продуктов питания продаваемых в торговых организациях города. Деятельность Общительной палаты освещается в городских СМИ. Особенно активно сотрудничество с газетой городов передакция Диалог ТВ. Медиаактивность Муниципальной Общительной палаты в 2019 году характеризуется вот на цифре вы видите и примерно количество публикаций в печатных СМИ 54, 49, на месяц, количество публикаций выступления телевидения радио 127, количество публикаций в социальных сетях Facebook, Instagram, Вконтакте 647. В рамках совместной работы с Общительной Палатой Московской области организованным участием в областях областных публичных мероприятий. Члены общественной палаты принимают участие в динаме заседания в общественном области, в работе методических семинаров, учащихся в работе комиссии администрации города, общественных, подозрительных советов, организаций и учреждений города. Перед общественной палатой в 2020 году стоят задачи дальнейшего развития гражданского общества в интересах жителей города, объединить усилия всех действующих институтов, гражданского общества на решение городских проблем. Ну, из сегодня на территории городского клуба Красноармейского идут 14 общительных объединений и механических организаций с самим направлением. У нас практически цифры и наименования именились, как и в прошлом. В году это городской совет митерана, отделение общества инвалидов, специальное отделение официальных председателей Совета ФРКД, Центр социальной поддержки Дарьи Добро и Лихтангерского храма Красноармейский союз многодетных родителей, некоммерческие партнерства Ассоциаций председателя города Красноармейска, но они практически у нас слабо работают, скажем так. Автономная некоммерческая организация Новцентр и профсоюзная организация. У нас действующих их четыре на территории города. Важно отметить, что на территории города существуют также и другие организации, которые не зарегистрированы налоговыми службами. Своего рода волонтерские движения, группы небезразличных людей, действующих в интересах инвалидов, детей, ветеранов, защиты экологии и т.д. Есть здесь некоммерческие организации города, направленные в достижении социально-благотворительных, культурных, образовательных целей, охраны, здоровья граждан, развитие физической и культурной спорты, благотворения духовных и энергии материальных потребностей граждан, защиту прав, законов и территорий от граждан и организаций, разрешение споров и конфликтов, оказание юридической помощи. Источниками финансирования этих организаций являются членские благотворительные спонсоры, спонсорские средства, пожертвования, гранты и субсидии. В соответствии с действующим закладом, в качестве стихообразующих деятельностей институтов гражданской общества является общественная палата. Одно из направлений деятельности общественной палаты – это как раз поддержка и охрана помощи общественной организации. Но так называемый проект «Решаем вместе» – совместная работа с Красно-Аминским территориальным отделением Ассоциации председателя Совета Казахстана и Московской области. Отделом городского хозяйства, администрацией, управляющими компаниями, общественная палата, совместно с этими организациями проводят Управдом, общительные слушания и поваженные для жителей Интернета к вопросам совместной общительной проверки. За время своего существования Управдом показал себя как действенное средство коммуникации между гражданским обществом, властью и Советами Интернета. В 2019 году в комиссии по ЖТХ, Общательной палате Совета Совета Советов и Южно-Председателей Многоквартирных Домов провели семинары по обучению председателей Советов Домов. Этой работой занимается у нас Чернавин Алексей Николаевич. Итогом совместной работы стала активизация деятельности созданных в Красно-Аминске Советов Многоквартирных Домов решения проблемных для городского сообщества вопросов. Однако, мы не можем констатировать бурный рост Советов Домов. Это задача, которую мы должны решить и решать, я думаю, в 2020 году надо совместно с нашей администрацией и управляющими компаниями. Потому что сейчас поднимается вопрос о легитимности или законности тех договоров, которые заключили управляющие компании собственники, это было в 2015 году. И поднимается вопрос о том, что это недостаточно легитимно. Этот вопрос придется обсуждать, наверное, и решать в этом году. Но как положительные, необходимые ответы в создании в 2019 году Совет МКД улицы Морозова, дом 19. Конечно, хочется отметить неравнодушие самих жителей города, нашли все инициаторы, которые эту работу провели. Однако, еще раз повторяю, остается задача создания Советов Домов. Общественная палата оказывает поддержку на автономной механической организации и нацентра. В прошлом году они поставили в своей территории ФОК, предложили поддержки. В этом году мы осуществляем направление на обучающие семинары, проведение экспертизации проектов, подготовка и рекомендации в Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В ноябре этого года, в день 2019 года, направлена рекомендация по реализации проекта «Наследники Победы. Сохрани мир и память о Великой Победе». Надеемся, что нацентр сможет получить грамот. Необходимо отметить, что ветеранская организация самая многочисленная и объединяет многих неравнодушных людей, имеющих раздонный, жизненный опыт и готовых принимать активную часть в решении городских проблем. В прошедшем году Общественная палата привлекала наших ветеранов к проведению публичных мероприятий. Я думаю, что здесь необходимо нам заключить договор о совместной работе. И хочется отметить деятельность Красномельского отделения, Московского областного отделения, Всероссийского общественного движения, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевой братства». Неоднократно выходили с интересными инициативами по проведению советских мероприятий, отличаются свои активные жизненные позиции в рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особенно важен для решения совместного городского проекта установки меморальной доски героически нашей женщины с Най-Переверой Борисовной Полисоновой. У нас при профильной комиссии по экологии создан еще один общественный совет. Центральный совет по экологии и природопользованию, который предлагает Монахова Наталья Викторовна. Я думаю, что в работе этого совета оставлю председателю при своих поступлениях. Это вот так очень кратко о институтах Роганского общества. Мы, наверное, перейдем ко второму разделу нашего догмада. Это приоритетные формы работы общественной нашей палаты. И продолжит. История Михайловна. История Михайловна. Как вы знаете все, что основным направлением деятельности общественной палаты является общественный контроль. Действительная общественная палата учащена общественных правительств, которые работают в течение года. И в этом году, так же как и в прошлом, в годах приоритет работе отдавался общественному контролю таких сфертов городская среда, экология, ЖПК, дорожные транспортные системы, медицина, образование, защита прав потребителей. С 2019 года этот новый проект реализуется качественной услуге каждому жителю. Цель этого проекта – осуществление общественного контроля за качеством и доставляемым жителям города услуг и защита прав потребителей. Проект реализует межкомиссионная рабочая группа под руководством Стармоганского Елены Евгеньевны. К общественному контролю привлекаются специалисты на спорте спорта, витеринары, медики, экономисты, работники структурных подразделений администрации. В соответствии с дорожной кампой проекта в 2019 году были реализованы следующие мероприятия, о которых нам расскажет председатель межкомиссионной рабочей группы Елена Евгеньевна. Я расскажу, как реализуется проект «Комфортная среда. Забота общая». В рамках этого проекта были проведены общественные проверки по реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройства и домовых территорий. В течение года наши рабочие группы выходили совместно с представителями администрации, управляющих компанией и смотрели, как проводятся работы, как ремонт и благоустройство. Также общественные проверки проводились по реализации программы переселения из ветхого аварийного жилья, обеспеченные доступности, открытости и достоверности информации предприятий города по оказываемому негативному воздействию на окружающую среду. Вы помните, мы даже на эту тему проводили в большой круглой столовой. Слушай, я уже не понял. Да, это нужно сказать, что это не поможет. Общественные мониторинги также проводятся в рамках проекта «Комфортная городская среда. Забота общая» по реализации программы по раздельному сбору мусора. Тема мусора, как уже Илья Владимировна сказала, в первой полугодии стояла у нас на первом месте. Мы проводили проверки своими силами. К нам приезжали наши коллеги защитственной палаты Московской области. Также проводились мониторинги по состоянию дороги и дорожной инфраструктуры города. Доступность городской среды для горожан, вынужденных по состоянию здоровья передвигаться на эволюционной коляске. Вот тут я хочу отметить комиссию по здравоохранению, которая в течение уже нескольких лет мониторит доступную среду в Красноармейске. И много удалось сделать, и об этом мы скажем позже, о том, какие проблемы удалось решить по результатам этих мониторингов. Также проводился мониторинг выявления стихийных свалок на территории городского округа. Ну и здесь нужно сказать огромное спасибо комиссии по экологии, потому что в течение года они выявляли эти стихийные свалки, информацию направляли председателю в общественные палаты. Проводился даже брошенный автомобиль. В целях развития форм общественного контроля и привлечения жителей города в решение существующих проблем, общественные палаты продолжена практика проведения общественных слушаний, наиболее активно, жителей, жителей, участия. В общественных слушаниях, я сейчас перечислю темы, это реализация природоохранных мероприятий на территории городского округа Красноармейск, банный лес, плотина, очистка реки, репедация выявленных стихийных свалок. Здесь действительно люди активно выступали, свои предложения относили, я думаю, все члены общественной палаты помнят, как это проходило. Также большой резонанс у нас получил общественное слушание о доступности высокотехнологической медицинской помощи жителям Красноармейска в рамках ОМС и в не включенной базовой программы ОМС. Когда у нас выступали представители медсанчасти и по результатам слушаний были проведены информационные беседы с документами о порядке получения высокотехнологичной медицинской помощи. Выявлены проблемные вопросы по запуску медицинского оборудования для диагностических и струитальных исследований это такое оборудование, религенную, мемографию и зеркаловодство, медсанчасти, а в настоящий момент проводится активная работа по приобретению этого оборудования. И общественники приняли активное обсуждение в общественных слушаниях по концепции строительства центральной площади города на месте древнего стадиона земли. Также в рамках общественного контроля в течение года общественная палата осуществляла контроль за реализацией проекта «Чистый город». И отвечает у нас за это направление председатель комиссии КОЖКК Алексей Николаевич Чернаев. Он вам сейчас расскажет более подробно о том, где работа проваливания. Опять же, пока. Хорошо. Ну, о общественных проектах я рассказала, сейчас расскажу об общественных мониторингах объектов в рамках реализации национальных проектов. Впервые в этом году мы такое активное участие приняли в мониторингах по реализации национальных проектов. Наверное, даже не все члены общественной палаты знали название этих проектов, а сейчас, я думаю, очень даже хорошо разбирается в том, как они реализуются на территории города Красноармейска. В соответствии с указом президента Российской Федерации 2018 года о национальных проектах правительством Российской Федерации и региональными правительствами были разработаны и национальные проекты. В Московской области касается 11 направлений, нет науки и на территории Московской области реализуются проекты по демографии, здравоохранению, образованию, жилье и городской среде, экологии, безопасной и качественной автомобильной дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы. Международная кооперация и экспорт. Не все эти проекты реализуются на территории города Красноармейска, а вот о том, как у нас реализуются другие национальные проекты, сейчас я вам расскажу. На территории города реализуется проект городская среда и жилье, здоровье, безопасные и качественные дороги, доступная среда, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности. Вот как раз за реализацией этих проектов мы следили и мониторили всю эту ситуацию. За этот период рабочими группами муниципальной общественной салаты было составлено 183 акта. По первой программе городская среда и жилье здесь мы мониторили благоустройство дворовых территорий, содержание детских площадок. было составлено 77 актов. По содержанию многоквартирных домов при домовой территории, качество работы управляющей компанией 77 актов. По программе безопасной и качественной автомобильной дороги было составлено 17 актов. Все акты, которые составляли члены общественной палаты, они направлялись в главное управление социальных коммуникаций для того, чтобы была ясна картина того, как реализуются на территории постноармейских нацпроекты и какие есть слабые места и что необходимо исправить. По нацпроекту здравоохранения было составлено 3 акта по доступности 2, 4, по нацпроекту малое и среднее предпринимательство 5. А в рамках общественного контроля национального проекта демография в ее не были проведены общественные мониторинги состояния 23 спортивных площадок и молочной кухни. По молочной кухне были выявлены проблемы. Они характерны не только для Косноармейска, но и для всех подмосковных муниципалитетов. Разнились выдаваемые наборы. Это не очень нравилось получать. Более 10% мам перестали получать наборы из-за затруднений с оформлением получения. Около 15% мам не получали молочную продукцию, так как она не удовлетворяла первыми по диетическим параметрам. Также жаловались на скудный ассортимент. Сейчас, как вы знаете, с этого года предусмотрена денежная выплата на приобретение молочной продукции. По спортивным детским площадкам из 23 спортивных площадок только 12 находятся в удовлетворительном состоянии. Только на 11 площадках имеются сертификаты на установленное оборудование. На 12 площадках отсутствует освещение, а также отсутствует информация о порядке использования площадок. И необходим ремонт. Ну, об этом уже говорили. По учреждениям правоохранения были выявлены следующие проблемы, которые носят системный характер. Это нехватка специалистов и особенно среднего персонала. Необходимость капитального ремонта в помещениях стационара и детском отделении. Выделение отдельного помещения под детскую поликлинику. Большие есть проблемы с работой скорой помощи. В медицинской части отсутствует перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно. И о правилах оформления и получения годных лекарств. Также нет информации о наличии годных лекарств в аптечной сети города. Но это вот сейчас мы выяснили, что эта проблема как раз уже не является актуальной. И в аптеках информация о наличии годных лекарств имеется. Эта информация должна быть в медицинской части. А в аптеках, в аптеках, в аптеках, она незаконна. Она должна быть предоставлена жителям. Извините. И отсутствует информация о тарифах на платные услуги. Ну, как вот Лидия Владимировна сказала, да, там есть информация на платные услуги медсанчасти, но это в отдельной папке и не так доступно, как того бы хотелось. По направлению доступная среда, где я говорила выше, благодаря мониторингам, которые проводит общественная палата, были установлены следующие замечания. Смонтированы плоды нужного персонала на социально-значимых объектах. Это бесс-культурно-оздоровительный комплекс и рынок. Установлены квантусы, оборудованные понижающие бальтеры, уложен асфальт в местах с проживанием маломобильных групп населения на путях к социальным объектам. Осуществляется контроль совместно с администрацией за разработкой индивидуальных маршрутов для эмболитов и других групп населения с ограниченными возможностями. Вряд здесь случаи устаревшие архитектуры здания затрудняют установку квантусов и усложняют организацию доступной среды. Ну, тут, наверное, уже задача управляющей компанией администрации как-то, скажем, выходить за эти ситуации. Это очень важно. Не знаю. Переселять. Есть пример, когда двое официальное жилье, если инвалидам выделяют квартиры в новых домах. Я не могу сделать водилы обновления. По контейнерным площадкам на баллы крупногабаритного мусора на момент мониторинга часто фиксировался. Было также замечание по отсутствию информации о разделе в сборе твердых коммунальных подходов и отсутствии твердого покрытия площадки и ограждения с крышей. Но, как вы все знаете, эта проблема была решена. И уже с осени 2019 года и навалов пособов в площадке не было и информации появилось и твердое покрытие и ограждение тоже. По мониторингу дорог. Ну, нужно сказать, что вообще в целом состояние дорог в Коста-Армейске удовлетворительное. И очень много было подведено ремонтных работ в 2019 году. Но, тем не менее, мы нашли дороги, где есть подтверждение на промежьей части, нарушено… да, есть дороги, где нарушено повреждение и правила… простите… Большая часть нарушений была зафиксирована в общественном транспорте. Здесь есть проблема выдачи билетов пассажирам, потому что зачастую у нас водители выдают билеты… не выдают билеты, берут наличные средства, но билеты не выдают. То есть деньги идут как бы в черный налог. Недостаточная площадь покрымочных мест, но это по опросу жителей. И также нарушения действующих требований к организации движения. Здесь имеется в виду, что и автобусы в огне не приходили, ну и в том числе как раз по доступной среде там тоже пандусы не выезжали, были проблемы. По итогам общественного мониторинга, общественная палата Московской области, были подготовлены рекомендации к центральным исполнительным органам государственной власти Московской области и администрации МОС. Пандема образований. Еще нужно сказать несколько слов об общественном наблюдении на выборах. Вы помните, что в 2019 году у нас прошли до выборов, и особое внимание общественной палаты в том, что в подготовке и проведении до выборов в Совет-Зепутатов городского округа по двум избирательным кругам номер 5 и номер 15. С сентября работала Горячая Ленина, было рассмотрено опять обращение по вопросам проведения дня голосования, проведена подготовка наблюдателей, обеспечено их участие в семинарии. Проведены дополнительные инструктажи, и в день голосования на участках работали наблюдатели от общественной палаты, которые оперативно на них совершали все конфликтные ситуации. Выборы в постановке подошли без нарушений. Одной из форм развития гражданских инициатив остается ежегодный конкурс на премию губернатора Московской области нашей Подмосковья. И в этом году, так же как и в прошлом году, общественная палата приняла участие в презентации проектов. На конкурс было подано от города 42 проекта, общественная палата оказала помощь в оформлении заявок, и были даны заключения и отзывы о проектах. Я думаю, что я закончила свою часть, и сейчас мы, наверное, послушаем наших коллег. Значит, мы переходим к третьей части. У нас третья часть доклада – это «Основные тенденции развития гражданского общества на территории городского округа Краснодарского». Ну, Екатерина Михайловна еще не сказала про наши проекты. Это «Память сильнее времени». Вы во всех мероприятиях участвовали. Это и «Бессмертный полк», это и «Свеча памяти», и это и «Лени ополченцы», которые проводятся по инициативе общественной палаты. И последним по нашей инициативе на основании решения Совета была открыта мемориальная доска, посвященная создателю РПГ-7 «Фирульну Валентину Константиновичу». И еще один блок – это наш проект «Комфортная среда. Дело общее». Но здесь тоже практически все члены общественной палаты принимают участие в наших трудовых делах. И уборка территории, и посадка, и сбор макулатуры. И вы это все видите в фотографиях. И по третьему, обобщая все сделанные работы, определяем задачи в следующий период. К основным тенденциям развития гражданской общества на территории городского округа Красномейск в Московской области можно отнести следующее. Это первое – продолжение оптимизации системы общественного контроля хода реализации национальных проектов на территории городского округа Красноармейск. То есть те члены общественной палаты, которые еще не приступили к данной работе, работа очень большая. У нас есть уже активный член общественной палаты, который занимается этой постоянной работой. Нам ее продолжать до 2024 года. Поэтому я имею в виду не нам, а личную ночь, а общественную палату. Продолжение общественного менторинга эффективности реализации территории городского округа действующих государственных и коммунициальных программ, последствия подготовки к проведению общественного муниципального форума «Сильное, здоровое и чистое». Это форум, который проводится с приглашением структур регионального правительства. Сейчас Общественная палата Московской области проводит под более крупными территориями. Я думаю, что в ближайшее время мы тоже будем этот форум проводить. Возрастание роли Общественной палаты как координирующего и консолидирующего центра развития гражданского общества в городском округе. Развитие волонтерства и добровольчества в рамках реализации молодежной политики на территории городского округа. И активизация института гражданского общества в рамках единого процесса формирования нового состава муниципально-общественной палаты. Вы знаете, что полномочия нашей палаты будут прикрешены с 1 июля. С февраля по июнь будут идти формирования нового состава. Но мы с вами продолжаем работать, поэтому, набегая вперед, мы план на утверждение утверждаем только на первое полугодие этого года. Уже примерно назначено, что 6 февраля правительство Московской области, Общательная палата Московской области будет проводить установочные заседания для представителей администрации и Совета депутатов по организации работы по формированию нового состава общительной палаты. Это вот те тенденции, которые ожидаются в 2020 году. Ну а теперь перейдем сразу к обсуждению. Витя Владимирович, а что вы, для меня на свет не похвалили, что мы постоянно в рейтинге перенушим? Себя не похвалишь? Ну я в конце хотела сказать. А два раза можно? Я думаю, что вы все это знаете, что в течение трех по квартально подводится рейтинг. Мы возглавляем Общественные палаты нашей группы в составе 21 человек. По четвертому, за четвертый квартал еще итоги рейтингования не перешли, поэтому сказать я ничего не могу. Я хочу сказать вот к обсуждению огромное спасибо нашим членам Общительной палаты за работу. Я бы, например, наградила значительно больше, но нам дали четкую квоту. Три человека. Для меня вот эта медаль, она несколько неожиданна, потому что мы на это не выходили. Выходили на основании решения совета, обсуждали каждую кандидатуру, и даже в соцсетях вы там предлагали, были предложены вот три кандидатуры. Но я думаю, что это награды заслужено, хотя они были очень эскетические. Нет, это что-то Михаил Михайлович Елена Линич, но у нас организатор исследователь межкомиссионной рабочей группы по общественному контролю, все общательные проверки, она организует и организует работу членов этой группы, которые входят в представитель всех комиссий. Наталья Николаевна у нас старейший член нашей Общительной палаты. Я нынешенькая. Да, нынешенькая. Это такое очень симпатично. У нее очень сложное направление, социальная политика всегда сложная, поэтому это тоже сложное. Но я уже сказала, наш друженик, наш главный волонтер, она очень назовешь, Анна Дмитриевна Тарновская, она спокойно идет, проводит акции «Добрая покупка». Когда мы проводили сбор помощи, она просто шла, вставала в магазин и собирала. Она, ну, просто золото у нас. Я не буду говорить, я думаю, член комиссии еще, когда будет ответ. У нас много работы, но есть такие у нас, мы здесь с вами довольно-таки в узком кругу, и есть такие, которые стараются так незаметными быть, составить честный палат. Но их у нас мало, но все-таки есть. И поэтому я думаю, что последние полгода мы с вами поработаем ударно. А сейчас я снова переходим к обсуждению, снова предоставляю председателям комиссии, выступление надо до 4 минут. Четко прошу результативность, кого вы хотите отметить и какие задачи вы ставите. Я думаю, начнет Елена Ильинична. Первые полфовики, внутренние. Какие вопросы мы обсуждали на северных движениях в прошлом году? Первый вопрос безопасности движения в прошлом году в районе Юниевской области. Вы помните, связанный с работами в МСАГЕР. Организация новых открытий в маршрутах для продвижения 43 маршрута для управления Александра Невского. Следующий вопрос. Доступность открытий и достаемность информации в городских предприятиях по негативному воздействию на окружающий спиду совместно с продвижными комиссиями, только родными, вместе с работой делали. Здесь я думаю, что они больше про этот стадо. Основная работа была по проекту организации сезона дорого на территории городского округа на АНИС. И последняя работа – это организация общественной экспертизы бюджета городского округа на 2020 год. Заключение комиссии было представлено на публичном слушании и принято к исполнению. Что касается общественных проверок, то перечислять не знаю весь смысл, мы все это знаем. Я бы обратила внимание на работу в Межкомиссионной рабочей группе. Если касаться отчета всей комиссии, хочу сказать спасибо товаре Сергею Панченковой, Великиме Материне Клокпановой, Наталье Калановне Стивниевой, Екатерина Калановна Казировой, Елене Васильевна Калановна Кринок, и, конечно, Сергею Петровичу Федорову, нашему члену комиссии. Если говорить, снова возвращаясь к работе в Межкомиссионной рабочей группе, то к общественному контролу мы привлекали специалисты, помимо нашей группы, специалистов ворок-попеднадзора, в Теринарных службах, медиков, экспертов, и, конечно, на работе по структуре подразделения организации города. Тоже, за что хочу сказать спасибо представителям администрации, данной улице Кисенову, Михаил Калановичу. В 2019 году приоритет в работе общественной палаты отдавался общественному контролю в таких сферах, как городская среда, экология, дорожная и транспортная система, вопросы образования, здравоохранения и защиты от прав потребителей. Хотелось особо выделить общественный контроль за предоставлением качественных услуг жителям города и защиты от прав потребителей. Еще раз. В течение года проведено 5 общественных проверок торговых точек в сети «Магнит», «Гикси», «Пятерочка», «Верный» и «Мясной домик». Отдельно хотелось выделить проверку магазина «Мясной домик», где выделены были грубейшие нарушения прав потребителей, отсутствие сертификата, пропуск работы с обликом без санитарных линий. По решению комиссии, все акты направлены на управление Федеральной службы по назову в сфере защиты от прав потребителей и благополучия человека по Московской области. Кроме того, в Международной рабочей группе проводились проверки точек быстрого питания. Таких объектов у нас было 6 проверенных в прошлом году. Работа также проводилась совместно с главным экспертом отдела инвестиционной политики, в данном случае с Алисей Ширяевой, и заведующим отделом участка материнарной лечебницы по собороченной лечебнице. Хочу отметить, что в первой проверке у нас замечания были по всем шести объектам, то, завершив проверку третий раз, у нас оставались замечания только по одной точке, опять возвращаемся к результатам, причем этих замечаний было наглубо меньше даже в последней точке. В завершении хочу выразить огромную благодарность. В первую очередь, в данном случае, Валентина Тимофеевна. Я не помню случая, чтобы она хоть когда-нибудь показала, что болеет, помогает, куда ты едешь, надо сработать. Я ее, конверситет Екатерина Николаевна, Наталья Николаевна, Наталья Николаевна, Конополиной и Воскаркова Ирина Владимировна. Мы с ней проводили мониторинг, и очень, очень, очень оперативно. Спасибо большое всем. Валентина Тимофеевна. Валентина Тимофеевна. Валентина Тимофеевна. Вы длинное название. Я уже к прозвучавшему в основном докладе хочу добавить, что комиссия в течение года претерпевала изменения в составе. И сейчас она достаточно в таком боевом составе существует, хотя бы отдельно в почве не нужно сказать. Значит, работа строилась по направлениям, по традиционным. То есть есть постоянные направления, постоянные мониторинги, и разовые акции, и целевые мероприятия. Вот основная задача была поставлена в этом году именно по мониторингу площадок для сбора ДПО и участия в программе «Чистый город». Активисты и наша комиссия, и эксперты, и консультанты все воспринялись с энтузиазмом, и все мероприятия дружно мы отфиксировали. По результатам, с фотофиксацией вот такой, по результатам все направлялось непосредственно в администрацию и, значит, в Совет депутатов, значит, и озвучивалось на... Ну, у нас ежеквартально не получалось, но на тех формах управдом, которые мы смогли организовать и провести. Это все было тоже озвучено. Значит, постоянно ведется мониторинг всех площадок, примерно раз в квартал, наверное, мы проходим по каждой. Значит, что сейчас мы имеем по площадкам? У нас 37 площадок, значит, если на начало года всего лишь одна была оборудована, значит, в соответствии со стандартами Московского области, с новыми стандартами, в настоящее время 3-4 площадки недоукомплектованы, может быть, и, значит, твердого покрытия не хватает, или, значит, бакет все у нас уже посадили, может быть, бункера не хватает. Значит, хотелось бы отметить вот две площадки, которые требуют уже такого внимания администрации. Значит, это адреса... Микрорайон Северный, 22, то есть, где рядом со школой, вот эта пустая, то есть, там подъезды об оборудовании, где возможно, как сказать, грязь не заасфальтирована сами подъезды, поэтому на ветру стоят, и, значит, ну, по крайней мере, в микрорайоне мусор разносится, и, к сожалению, его сварок избирает. Я имею в виду не рядом с площадкой, а вот на территории, там, 10-20-50 квадратных метров, то есть, там, за каждой бумажкой приходится бегать, потому что ее ветром разносят. Для музыкальной школы, это нельзя сказать, что она внутри дворовая, но она меж дворовая, и у нее входят жители соседних дворов, но она стоит за учреждением, поэтому там действительно подъезд, и, соответственно, транспорт точно не устроен, тем более, что в этом году там было бы устроено, так сказать, парковочные места, но вот чуть-чуть не доделаны, то есть, тротуарчик там просится, освещение, кстати, тоже там просится. А без музыкальной школы у нас организованы парковочные места. Там асфальтирован. В этом году, с левой стороны, парковочные места за музыкальными школами. Не за ней, а с левой стороны. Алисей Николаевич, давайте по результатам. Да, и ваше предложение, а то уже... Предложение просто зафиксировать себе, что есть еще над чем работать. Значит, сами площадки для сбора ТБО, они выглядят уже по стандарту, но, значит, около площадочной территории требуют дополнительного ухода. Окосов, если там, значит, где-то трава. Вот. И, значит, подбора вот этого, так сказать, раздуваемого мусора. Вот. По площадкам, наверное, значит, пока все. Значит, значит, еще одна традиционная наша работа, это, значит, участие в мониторинге национальных проектов, как было сказано, значит, городские автомобильные дороги и внутриноборовые проезды. Здесь также мы выходили, значит, на постоянные мониторинги, ежемесячные мониторинги. Я там благодарен коллегам из соседних, из нашей палаты, из других комиссий за поддержку, значит, в работе. Значит, здесь хотелось бы акцент, ну, вот так, штрих небольшой. У нас есть две дороги, которые называются одна улица Лобачевского. Она разделяет, значит, по сути, Булсуниху и, значит, Орозов. Ну, то есть, Овраг вот этот. Она на карте существует, и она у нас в плане дорог существует. Но, по сути, ее нет, там проезда нет. Возможно, значит, застройка этого Оврага как-то, в конце концов, и оккультует эту улицу. Но в голове ее держать нужно, потому что это, знаете... Ну, предложение мы их поменяли, то сформулируем. Да, плюс более, наверное, важный адрес – это привокзальный проезд. Потому что мы сейчас говорим об устройстве ванного леса. Там тоже, собственно, дороги-то, вот как на карте есть, их перечня дорога утверждена, когда постановление будет желаемое. Но, по сути, ее нет. И машины, когда туда съезжают, это еще удобно, когда идут из микроавилла Северного, когда из фабрики там сплошная, а выезжать так вообще невозможно. Вот, возможно, когда-то ее там можно будет закольцевать мимо станции, значит, Северного. Вот тут я плавно перехожу к еще одной работе, которая была проведена. Это, значит, в рамках совместной работы с Московской областью, с, значит, межведомственной рабочей группой при Министерстве транспорта. Это мы мониторили состояние как раз именно при вокзальной территории и железнодорожные переезды, и переходы. Значит, выявлено, к сожалению, что у нас, ну, вернее, все знают, но, к сожалению, только сейчас акцент мы на это ставим, что у нас в ужасном состоянии и переезд, значит, постоянно ремонтируется переезд, он единственный в городе, через железнодорогу. Значит, и переход на Лермах тоже ужасно состоит. Более того, у нас подходы к нашему, значит, к нашей станции Красноармейск, его нет совсем. Значит, и все подъезжая на остановку или подходя пешком через вот кимсинтезах, приходится переходить по железнодорожным путям, то есть, ломая там, спотыкаясь, подскальзываясь. Вот, никаких знаков, естественно, там нет. То есть, это несанкционированный переход, на который, да, спустя, значит, собственно, опуская глаза, администрация пока вот смотрит, ни в план не включает ремонт. Значит, поэтому это обязательно надо каким-то образом упорядочить и урегулировать. Возможно, это урегулируется совместно с устройством вот этого привокзального проезда, потому что он со стороны станции как раз, не надо будет по путям. Алексей Николаевич, у Вас время уже давно, значит, я немножко, сочи, можно ли я вас перебью? Данную манитонию железнодорожной пути мы проводили в помощь рабочей группы служителям Министерства транспорта Московской области. Все выявленные вот эти нарушения отправлены в эту рабочую группу, потому что действительно у нас нет с южной части ни одного подхода к вокзалу, и люди идут через железнодорожные пути. Ни справа, ни слева ни одного подхода нет. Нет подъезда к вокзалу, но это уже Алексей Николаевич озвучил. То есть все замечания, кроме этого, все несанкционированные переходы, у которых у кладбища два перехода, у стелса один переход, они недостаточно оборудованы, а жители постоянно там идут. Особенно у стелса там активный переход к гаражам, и это опасно для жителей. Надеемся, что рабочая группа все эти сформулирует, но, наверное, состояние вовпереда требует. Я на последнем штабе у нас этот вопрос поднимался, и было принято решение глава города направить по данному вопросу письма тоже даже в прокуратуру по-моему. Спасибо, Леонид Алина. Если позволите, я еще буквально два штриха. Значит, у нас город, вы знаете, особенно северная часть, рельеф у нее очень сложный и требует внимания устройства от устройства лестниц. Дело в том, что наши все лестницы там, они сделаны не по стандартам. Дело в том, что ступенька, на которую мы наступаем, она должна быть пошире, чем, так сказать, ботинок, условно говоря. В данном случае приходится ставить бок. Поэтому уклон этих лестниц слишком вертикальный. Я говорю про все практически лестницы в северной части города. Поэтому здесь нужно что-то или параллельно сделать, какие-то стандарты, действительно, которым удобно ходить, оборудовать перилами. Ну и, собственно, в зимнее время, когда выпадает снег, и наледь образуется, там вообще тогда получается, она как горка возникает. То есть там очень сложно. Алексей Иванович, спасибо. Мы, если будем сейчас все опять перечислять, у нас очень много... Ну, здесь мы не затрагиваем. Буквально еще одно. Вот по нашим площадкам детским и спортивным мне хотелось бы акцентировать внимание на то, что в нашей программе городских, еще раз я уже говорил, что мы делаем вроде бы как в процентном отношении все правильно, но в качественном отношении они гораздо хуже, чем губернаторские площадки. Этого не должно быть. Давайте сделать площадок меньше, ну, там три пускай будут, но они будут такие же, как губернаторские. Более того, они должны соприкаться с теми, как сказать, территориями, на которых они строятся. В частности, я говорю про Пионерскую. Там тропинки так, всяко положено. Одна заасфальтирована, другая не заасфальтирована. Идешь по асфальту, башу грязь попадаешь. Тебе надо дальше пройти до лестницы. То есть рядом мусорка, кустов не хватает. То есть, понимаете, входов на площадку не стоит сравнить. Я специально, пока кто-то из администрации здесь остался. Я специально говорю, что кто-то администрации здесь есть. Там были, конечно, все разбежались бы. Я все равно. У нас сегодня утверждение доклада, у нас отчет. Плюс перспектива. Все ваши. Очень хорошо на заседании комиссии пригласите. И чем чаще вы будете проводить заседание комиссии, тем больше лучше. А в заключении я хотел поблагодарить новых членов нашей комиссии. Иванова Екатерина Павловна и Бабка Африна Владимировна. Вот без их участия мы бы, наверное, вообще бы сейчас бледно выглядели. Ввиду части членов других комиссий комиссии по ЖК Ну, самая сложная комиссия выглядела по сообщению в следующем году асцент будет сделан на создание Совета в Дону если поддержана администрация. Так, снова предоставляю председателю комиссии бодрого проинициальной политики НКО и поддерживающей семьи детства Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, подождите, извините, здесь вот нужно решить вопрос наверное Сергея Анатольевича отпустим тем более что по-моему Алексей Николаевич все сказал по вашим вопросам. В части наших вопросов если мы говорим про пионерскую 5а то подходы там сделаны сделаны правильно переделали я так понимаю что наверное просто вы проходили Сергея Анатольевич у нас не в правдом Да, ну хорошо не в вопрос давайте в рабочем порядке дай дай Дакья Анатольевич у вас есть вопросы? А по волосы лифе вы поставили эти ящики? Нет, нет, еще нет потому что мы переговорили с Харти и Харти продолжает пока это делать по поводу потому что регламент сбора нормления документов под контейнерной площадки оказались не те как не были то есть мы все организовали но они нам завернули сказали это неправильно и сейчас скажем так в общий документ у нас в поле уже 40 контейнерной площадки то есть мы добавили на Кулацкий Кулацкий как тут уже было сказано что вы формируете общественное мнение в городе да? вот поэтому я хотел бы не то что напомнить нет а вот выслушав информацию главы города я хотел бы добавить что по итогам работы 19-го года у нас рейтинг нашего городского 51 то есть мы опустились на 24 на 24 места и по доброделу 56 вот делайте выводы насколько информация насколько информация правдива потому что ну у меня я уже засыпать стал вот поэтому ну я ушел по другим точнее еще раз поздравляю вас с Новым Годом с Поградами со всеми делами и пожалуйста пожалуйста будьте еще поактивнее поактивнее вы с удовольствием с удовольствием двери открыты но все хорошо у нас пока понимаете кроме речи спасибо у нас все хорошо и спустились что я постараюсь соблюсти регламент все заседания и мероприятия комиссии проводили в соответствии с планом работы на 19-й год утвержденным решением общественной палаты 22 января 2019 года проведено 9 плановых заседаний комиссии одно было выездное на базе медсанчасти 154 в течение года осуществлялся общественный контроль за реализацией программы доступная среда об этом уже подробно рассказали и говорила Лидия Владимировна и Мелкозерова Екатерина Михайловна проведены рейды по разработке индивидуальных маршрутов и проверке их исполнения выполнены два маршрута в течение года держали на контроле лекарственное обеспечение льготников регионального и федерального значения просто для информации в этом году было отпущено по 17 тысячам восьмидесяти трём рецептов на сумму 40 миллионов девятьсот двадцать две тысячи это жителям нашим жителям города льготное лекарственное обеспечение проводили общественные мониторинги по темам доступность и качество медицинского обслуживания теперь о более значимом проекте всей общественной палаты проект время неравнодушных который реализовала комиссия по здравоохранению и можно коротко её не буду полностью называть и комиссия по работе с молодёжью проект включает в себя проведение социально значимых общегородских благотворительных акций поделись пасхальной радостью подари радость на Рождество собери ребёнка в школу в которых принимают участие сотни горожан постоянно проводится акция добрая покупка собранные средства одежды продукты моющие средства передавались семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации проведено в этом году 4 благотворительные акции новогодние подарки по результатам проведения благотворительных акций оказана помощь в подготовке 63 детей в школу 200 детей из семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации получили новогодние и рождественские подарки и 100 детей пасхальные подарки в рамках проекта продолжает работать социальный клуб общения «Ты не один» для одиноко проживающих ветеранов и инвалидов отвечает за работу клуба Танкновская Анна Дмитриевна было проведено три заседания клуба в котором приняли участие 36 человек в прошлом году был осуществлен переход на цифровое телевидение жители получили бесплатный доступ к 20 федеральным каналам но было необходимо докупить специальное оборудование наши жители преклонного возраста смогли получить не только информационную поддержку от волонтеров но и помощь с подключением оборудования и материальную компенсацию от соцзащиты волонтеры провели огромную работу по оказанию помощи по подключению цифрового телевидения за апрель мая 19 года по городу Красноармейск было подключено более 30 адресов за проведенную работу хочется выразить благодарность Тагновской Ане Дмитриевне и Широковой Анастасии результат реализации проекта это привлечение сотен жителей города к проведению благотворительных мероприятий пробуждение в людях социальной ответственности поддержка незащищенных категорий граждан и активизация волонтерской деятельности все члены моей комиссии работали очень активно большое спасибо Тагновской я уже об этом говорила Валентине Тимофеевне Труфановой Тарновской Анастасии Дмитриевне Валентине Тимофеевне Труфановой Екатерине Михайловне Мелкозеровой спасибо представитель комиссии по развитию образования культуры и туризм и стране историка культурного наследия Айбунов Малтокамиль Мелкозеровой За счет измерю комиссии было организовано четыре круглых стола проведено пять заседаний комиссии мы участвовали во всероссийском проекте карта возможностей особого лидера была организована работа по размещению информации муниципальными дошкольными образовательными учреждениями школы-интернат для детей СОВЗ и центром планеты с учреждениями которые оказывают услуги детям с особыми образовательными потребностями по результатам мы приняли участие в работе общественной палаты Российской Федерации опять и назывались особые дети безграничные возможности где были озвучены промежуточные итоги мониторинга карты возможности особого ребенка на контроле находятся вопросы сопровождения детей по ВГОС начальному общему образованию с ограниченными возможностями здоровья разрешаются вопросы обеспечения данного направления кружковой логопедической работы для школьных образовательных учреждений в Синоми центра также развивается работа по методическому обобщению практик внутри неадаптированных образовательных программ по поддержке детей с особыми образовательными потребностями по результатам круглых столов были даны рекомендации направленные заинтересованы в здание по результатам расширения заседательных комиссий проводилась работа по профилактике мониторин по профилактике правонарушения в городской среде выявлены положительные фактические результаты снижения правонарушений на территории городского хоронов — по результатам мониторинга как уже сегодня рассказывало состояние объекта культурного наследия на территории городского vania сноармейская ясно проблемными вопросами остается индукторить наследие по результатам проведения данного мониторинга была fashion участие narrative администрации города и представителей общественности по теме состояние объекта культурного наследия создания Кровевического музея. Было решено создать рабочую группу при администрации города по организации музея и ингредиционной работы. Проблема организации кровевического музея была решена администрацией в июне 19-го круга. Инициировала создание Кровевического музея на вазе городской библиотеки. Впервые были рассмотрены вопросы работы общественных В управляющих советах образовательных организаций в ходе проведения круглого стола были выявлены определенные организационные проблемы. По итогам обсуждения решили организовать обучение представителей управляющих советов и учреждений и организовать работу встречи с городским и общественным советом по образованию. Была принята резолюция, исполнение будет просмотров в апреле 2020 года. Все члены комиссии активно участие принимали в работе круглых столов. Особенно хочется отметить Широкова Анастасия Александровна и помощь Натальи Николаевны Сергеевны. У нас комиссия по землеустроительной экологии и природопользованию в начале года возглавляла Ольга Александровна Назунова. Затем, в связи с тем, что она стала ответственным секретарем, продолжил работу Сергеем Викторовича Федоровна. Поэтому, Ольга Александровна, начнется или наоборот? Сергей Викторович, пожалуйста, как председатель. Да, Ольга. В нашей комиссии по экологии в прошлом году была проделана определенная работа. По итогам общественного мониторинга мест складирования снежных масс на территории города и увозили их за ее пределы. Как говорили, в феврале 2019 года членами комиссии по экологии совместно с депутатами городского совета проводили рейды по выявлению мест незаконного складирования снега в районе городского плавбища, на берегу реки Воре. Фотоматериалы с указанием мест складирования и номерами машин, перевозящих снег, были направлены в администрацию вместе с рекомендациями заранее определять приемлемые места складирования снега. В том числе, благодаря контролю общественников на 2020 год определено выпустимое место складирования снега, территория очистных сооружений. Общественный совет по экологии и природопользованию под руководством Анаховой, созданный при нашей комиссии, в течение года активно отстаивал интересы жителей города. Под постоянным контролем инициативной группы были вопросы рекручивации Таревского полигона, ТКО, проектирование лесопарка на территории Банного леса. В апреле прошлого года члены общественной палаты Красноармейска совместно с инициативной группой приняли участие в выездном заседании комитета по экологии и природопользованию Московской Верховной Думы на тему соблюдение требований природоохранного законодательства при рекультивации полигона ТКО Царева и проблемы и пути их решения. Общественники нашей палаты и сельского поселения Царева выразили несогласие с решением проектировщика АОГК ЕКС проводить активную дегазацию тела полигона, которое предполагает факельное сжигание данного газа. В итоге, председатель комиссии по экологии Московской Верховной Думы Алла Полякова предложила провести повторную встречу по данному вопросу с привлечением независимых экспертов. Общественная палата продолжает внимательно следить за ходом рекультивации полигона Царева. В настоящее время проходит первая фаза рекультивации с перемещением ТКО из тела полигона в специально оборудованную чашу. Принято решение дважды в месяц проводить выездные встречи на полигоне с участием активной группы жителей. В инициативной группе жителей, контролирующих процесс рекультивации полигона твердых бытовых отходов Царева, ходит 8 человек, 5 из которых являются жителями города Красноамельска. Общественники внимательно следят за периодичностью и туматой замеров воздуха и воды в районе полигона. Также была проделана работа законность размещения свалки бытовых отходов в Белезеградинске, Красноамельске и район села Петровска по жалобам жителей нашего города. Результатом рассмотрения направленное письмо в администрацию щелканского муниципального района для принятия мер. Это как бы основная наша работа была, то, что есть. Сейчас остальное вам будет сообщить. Войду Александровичу. Спасибо. Да, еще один блок, который мы успешно решаем. Наверное, успешно, потому что здесь какие-то есть. Это борьба с несанкционированными свалками. Вот помимо свалок незаконов на границе Щелковского района, нами было выявлено в ходе осеннего рейда. Ранее ясной мы обнаружили незаконное складирование промышленно-строительного мусора в районе гранитного проезда, это около кладбища. После объявленных фотоматериалов администрация свалка была ликвидирована. В ходе осеннего рейда, который проводился 3 месяца назад, были выявлены навалы бытового крупногабаритного мусора на Путиловском поле за улицей Песноходская, за гаражами Красноходовского тупика, в гараже и в районе 4-й школы, и на склоне обрага за, конечно, на дверьюки Искара. Это те навалы, которые большие, которые уже, вот, я сейчас говорю об основных, о таких крупногабаритных навалах. Нам удалось добиться части, что часть этих свалок была ликвидирована. Так, навал промышленных отходов, это большие рулоны с фольгой на берегу реки Воря, были ликвидированы, оперативно ликвидированы, по нашей информации, силами МБУ городского хозяйства. Вот, они все ушли, сказать спасибо некому, тем не менее. А что, Николаевич, он передает? Свалка, большая достаточно свалка у варажей 4-й школы, мы тоже делали акцент, потому что компетент ходит мимо этой свалки в школу, была ликвидирована силами компании «Харти». По остальным местам свалок было направлено письмо в подмосковный филиал о «Харти» с приложением фотографий, координатами их местонахождения. То есть они должны реагировать на наше сообщение и заниматься ликвидацией этих свалок. Напомним, что региональные операторы, собственники земли, на которых обнаружена свалка, обязаны заниматься их ликвидацией. Я вот уже говорила главе города о том, что в этом году впервые будет выделено 5 миллиардов рублей на ликвидацию полигонов, ТБО, и в том числе на ликвидацию институционерных свалок. Поэтому уже такие оговорки, что нет денег на ликвидацию этих свалок, уже, что называется, не пройдут, поскольку нужны администрации и региональным операторам добиваться того, чтобы это финансирование проходило в нашем муниципальном образовании в том числе. Про Клабанному лесу сказали. Их перенихал на родники, показывает. Родники – это очень интересная и важная работа, была проделана членами нашей общественной палаты в конце года. Очень оперативно, и тут самым главным действующим лицом была Лидия Владимировна, несмотря на то, что есть члены общественной палаты помолуже. Вот она была самой активной. В цель включения городского округа Красноармейск в социальную программу возрождения и благоустройства родников Родники Подмосковья проведен общественный мониторинг 11 родников, расположенных на территории городского округа. Было выявлено состояние и даны рекомендации по родникам, которые подлежат благоустройству в 2020 году. Итоги мониторинга направлены в администрацию города. На основании этих данных администрация, в свою очередь, направила письмо в Министерство экологии и природопользования Московской области для включения города в областную программу с гарантией софинансирования из муниципального бюджета. Если это будет реализовано, это будет очень хорошо, потому что наш город не славится родниковой водой, и все, наверное, это знают и пользуются родниками. Еще я скажу, наверное, Лидия Владимировна, о том, что есть у нас такой прорис в работе, что был невыполнен и запланирован, надо бы не сказать. К сожалению, в этом году не удалось осуществить полноценный контроль за деятельностью ГАКОСТОМ, который идет в разработку Кутиловского карьера. Кроме жалоб на шум и пыль от машин, угрожан возникают вопросы о прозрачности процесса реактивации карьера. Чем будут засыпать эти огромные котлованы, из которых черпается песок? Общественников, наверевающихся отснить ход работ, на территорию карьеры не пустили под предлогом наличия определенных требований техники безопасности. Хотя пример полигона ТЭПО-Царева, о котором вы упоминали, о том, что наша общественная группа города ходила туда и внимательно контролировала процесс реактивации, вот этот пример показал, что тут все зависит исключительно от доброй воли руководства. А вот по заявлению компании СТОУН, которая присутствовала на Марковском совещании, сроки реактивации взбинулись с 2019 года на неопределенное время, непонятно какое время, когда будет начать реактивация. Я напомню, что в августе 2017 года, то есть это 20-20 года назад, СТОУН на открытых слушаниях представил проект, согласно которому главной целью реактивации является приведение территории и месторождения в состоянии, пригодное для его дальнейшего использования. Проектом предусмотрено восстановление земель под сельскохозяйственное использование. Поэтому нужно возобновлять работу группы рабочие, куда входят и члены Совета депутатов, и члены общественной палаты, которые будут регулярно выезжать на карьер и следить за ходом этих работ. Нас очень волнует вопрос рекультивации этого песчаного карьера. Это вот такие вот вопросы в Москве. Я думаю, наше решение, это дополнительное, но Николай здесь присутствует. У нас раньше это работал первый зам Петрумин, поэтому просьба все-таки восстановить работающую группу и продолжить ее работу, потому что рекультивация должна была начаться в 20-м году. В 19-м должна была начаться. В 19-м. И нас убеждали, когда мы заслушали первый раз, что они не выбраны полностью все объемы. Сейчас все объемы выбраны, поэтому вероятнее всего одно из мероприятий, с которым мы и начнем, и заседание комиссии, это опять будем заслушивать, что он приглашает их на заседание. Посмотрим, в каком формате. Может, они есть и предложения. Так, и у нас самая молодая комиссия, самый молодой руководитель комиссии по спорту, делам молодежи, волонтерству, пожалуйста, Анастасия Александровна Широкова. Комиссия проводилась в 2019 году 5 человек на постоянной основе. В соответствии с планом работы комиссии все проведено. 10 планов и заседания комиссии, 1 круглый стол, 6 благотворительных акций, 2 мониторинга. Также члены нашей комиссии участвовали в межкомиссионных мероприятиях. Одним из значимых проектов 2019 года мыл мониторинг спортивных площадок. Летом всеми членами моей комиссии были обследованы 23 спортивные площадки. Был составлен отчет по прилагаемой форме. Рекомендации данного отчета были направлены в общественную палату Московской области и также в администрацию городского округа Красномейск. Также в апреле-майе 2019 года члены комиссии вместе с волонтерами были участвовали в федеральной программе перехода на сферовое телевидение. Татья Николаевна уже об этом рассказала. Спасибо большое, Алина Дмитриевна, за эту работу. В июне-июле 2019 года в Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровней вверх оказались подтопленными более 3,5 тысяч домов, где проживало свыше 9 тысяч человек. В зоне палатка оказалось более 30 населенных пунктов. Общественная палата городского округа Красномейск поддержала инициативу Общественной палаты городского округа Электростан по сбору коммунитарной помощи для пострадавших от неводнения, которая приводилась при содействии Общественной палаты Московской области и при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области. В июле 2019 года проведен сбор коммунитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области. Сбор помощи проводился сразу по трём адресам. Одежду и обувь, хозяйственные товары, посуду, постельное бельё, школьные преднадлежности. Жители Несли, Д.К. Ивне Ленина, школы номер 4 и храм Констана Невского. Работу пунктов сбора коммунитарной помощи, комплектование собранной коммунитарной помощи и упаковку обеспечили члены Общественной палаты. Альгунов, Бахукамилина, Гаркова, Елена Ильинична, Гузновова Александровна, Викола Лидия Владимировна, Болгозёрова Екатерина Михайловна, Варновская Анна Дмитриевна, Тюрфанова Валентина Тимофеевна, Чуданья Алексея Николаевна, Широкова Анастасия Александровна. Кроме этого, как уже было сказано в регионировании, Анна Дмитриевна провела акцию «Добрая покупка» непосредственно в магазине, где было собрано огромное количество моющих и санитарно-гигиенических средств. Было в итоге собрано 75 коробок общим весом 762 килограмма. И 2 августа мной данный груз был сопровождён в город Истры, где в из нее была сформирована колонна и направлена нуждающимся жителям Иркутской области. Как думает Александровна, я хочу немножко рассказать о тех вопросах, которые нами так и не были решены в 2019 году. Это проблема поддержки развития молодёжных общественных объединений. Как известно, у нас в городе имеется молодёжный центр «Союз», и в плане нашей комиссии на 2020 год имеются мероприятия, чтобы наладить тесный контакт и сотрудничество с данным молодёжным объединением. Также впервые наша комиссия в этом году будет запущена акция «12 добрых дел». Это акция, которая финансирована в социальных сетях. Я думаю, что газета «Городов» нас тоже в этом поддержит. Акцию мы запланировали очень интересной. Огромное спасибо всем членам комиссии за активную участие, особенно в мониторинге по спортивным площадкам, особенно в программе по подключению славы и телевидения. У меня всё, спасибо. Спасибо. Вопросы есть? Нет. Уже утомились, да? Да. Вот, вспоминая акцию, мне хочется выделить Алексея Николаевича Чернавина, потому что он как мужчина все три недели был рядом со мной, потому что, вы представляете... Не работал? Да. Вы трудовой. Не работал, да. Всё благотворится, заниматься. Нам нужно было представить, что собрать, нам дали просто картон. Мы делали из них коробки, каждую вещь. Мы делали, проверяли, укладывали. И мужская сила, тем более, что каждую коробку ещё надо было навесить. Спасибо, Леонид. А коробки были по 30 килограмм, поэтому он у нас служил весь сами ещё. Поэтому огромное спасибо ему за это. Чуть-чуть оправдали меня. Уважаемые коллеги, мы заслушали доклад. Этот текст, доклад, мы все получили. Немножко он изменён с учётом тех предложений, которые поступили дополнительно. Поэтому есть предложение утвердить ежегодный доклад общественной палаты. Дальше в соответствии с требованием направить текст ежегодно нашего доклада администра, главе города, совет депутатов, общественная палата Московской области и разместить в социальных сетях. И, соответственно, на странице нашего сайта. Есть какие-то ещё дополнения в решение? Нет. Тогда голосуем. Кто за данное решение, прошу проголосовать. Огромное спасибо. И переходим к следующему сразу вопросу, потому что все уже, я понимаю, утомились, и время поджимает. План работы на первое полугодие. На первое полугодие, Паша, на сегодняшний день, вы все утверждали. Ну, ты моя золотая. Практические замечания. Это предложение комиссии. Замечания не поступило. Если сейчас есть замечания и уточнения, нет, да? Поэтому у меня предложение принять его за основу. Удвидеть в этой реакции, редакция, извините, а предоставить право комиссии в соответствии с поступающими обращениями, с изменившей ситуацией, вносить какие-то изменения. Все с этим согласны? Все. Кто за данное предложение? Удвидеть план? Спасибо. Голосуем сразу за всё решение. Ольга Александровна всё записывает у нас как ответственная секретарь. И последний у нас вопрос о снятии полномочий члено-общесной палаты Дюпина Дмитрия Сергеевича. В связи с тем, что я неоднократно отправляла по почте Дмитрия Сергеевича просьбу присправить в электронном виде заявление, заявление не поступило. но Дмитрий Сергеевич у нас уехал в другую область на место жительства. В соответствии с нашим регламентом, помните, у меня информация, что сначала муниципалитет, а потом, что в Калужской области. Так как информации точно и нет, он уехал за пределы города. В связи с нашим регламентом, при отъезде члено-общесной палаты с него полномочия снимаются. Поэтому мы можем что, только снять, да, полномочия? Кто за это предложение прошу проголосовать? Ни у кого сомнений нет, да? И вот здесь вопрос, который мы должны обсудить. В связи с тем, когда у нас выбывает члено-общесной палаты, проходит ротация. Есть ли смысл у нас сейчас проводить ротацию? Если с февраля уже начнется, нам осталось полгода, до 1 июля. Он по какому списку проходил? Он по какому списку проходил? Он проходил по списку губернатора. Процедура как раз закончится в июле месяце. По этому ответственностью. А зачем вообще? Что тут осталось? Не встретить списку месту еще есть. Места этого не решается, да. Он проходил до. Поэтому, да, мы так решения сметим. Так, и наши рабочие вопросы. Вы все получили, или слышали, об огромной работе по реализации по мониторингу национальных проектов. Самый объемный, конечно, это контроль за городской средой, где мы составляем адрес по двум направлениям. Это состояние придворовой территории, придомовой территории и состояние самого дома, качество работы управляющей компанией. Я всем вам по электронной почте направила поручение. 28-го я должна отправить акты в рабочей комиссии по данным мониторингу. Поэтому у меня убедительная просьба. Если у вас стоят номера домов, вы каждый составляете по два акта. Состав комиссии, он примерно один и тот же. Вы можете любого члена общительной палаты вести, но отвечает тот, кто составляет акт. Адреса все указаны. Если указаны дороги, то значит дороги. Если у Кремлевого указаны предприниматели, 5 анкет, значит 5 анкет предпринимателей. Понятно, да? Основное, конечно, очень сложно, это наша городская среда. Потому что у нас домов только около 200, а по каждому мы должны на квартирном доме составить акты. Поэтому убедительная просьба составить акты. Я вам послала как образцы. Общая проблема, о которой мне приходится за вас дописывать. Вы представляете, что я не могу за каждым, вот сижу просто неделями, забиваю вместо ваты. Есть вопрос, выявленные проблемы. Это самое главное. Там все. Состояние удовлетворительное, неудовлетворительное, есть замечание, вы не пишете. А то я получаю улицы Лермонтова, ветхий дом, а там все почти хорошо, хотя там кустарник не вырублен, забор весь повален. То же самое было по улице Морозове, т.д. и т.п. Мы составляем, чтобы была объективная картина мониторинга. У нас абонента будут составляться какие-то программы. Сейчас, если мы будем создавать стратегию, я все ваши вот эти замечания сейчас делаю общий анализ всего, что мы посмотрели, чтобы передать для составляния стратегии, чтобы посмотреть, что вперед, что будет. Понятно, да? И дополнительные сведения там пишутся. Ну, недавно проведен капитальный ремонт, поэтому понятно, да, в таком-то году проведен капитальный ремонт. Требуется только вот это доделать. То есть дополнительные тоже выполняет. Просьба не прислать пустую вот это две проблемы. Так, и акты желательно не подие 25-го, потому что я все не смогу сразу, я вам даму отправила, я просто уже в связи с тем, что ни одного акта еще не поступила, вам не знаю. У нас получилось. У нас просто испытательный другой адрес, но у нас недоделанная улица Морозова. А улица Морозова здесь распределена. Владимир Владимирович, ничего не прозвучало про конкурсы, которые колонит общественная палата. У нас продолжаются какие-то, да? Я хотел, может, уместно выразить благодарность всем жителям как бы за участие вообще посреди от опора нашей работы. Ну, я думаю, у нас еще все впереди. Мы с вами в январе проводим ближайшие, наверное, 27-го, будет совместно с советом председателями домов как раз по заключению договоров с управляющими компаниями. Круглый стол, чтобы выявить эту проблему, насколько это законность, насколько это нет. Поэтому там мы, наверное, проговорим. А по... Екатерина Михайловна просто не прочитала этот отрывок из доклада. Ну, и все видели, что мы уже какой год проводим конкурс «Мой гор, моя гордость». В этом году у нас опять Исташанян стал победителем областного уровня. В прошлом году у нас был победитель Морозова. Морозова, 17, да? 17, 17. И мы проводили ремонт преддомовой территории. То есть это дает результат. И, конечно, огромное спасибо жителям, которые занимаются вопросами другого устройства. Потому что вот мы сейчас мониторинг преддомовых территорий проводим. И повален, особенно на Лермонтово, поваленные, происходившие наборчики, то же самое на улице Морозова. Какие-то полисадники, какие-то железки там от кровати. Все это надо, конечно, убирать. И жителям просто нельзя прекрасно душно. Поэтому огромное спасибо тем, кто занимается благоустройством своих территорий. Мы с вами все вопросы проработали. Промониторинг вы так и на плите. Улица Морозова, там будет Польшакова работа по улице Морозова. Там у нас Иванова Екатерина Павловна живет тоже доработать. Посмотрите свои адреса. А Красноплодскую Валентина Тмофеевна там доделает адреса. И нашим любимым членам общественной палаты, еще раз повторяю, которые скрываются, Сергей Семенович, Артем Олегович, Юлия Дмитриевна. Ждем от вас более активную позицию. Михаил Николаевич, у вас тоже иногда попадаете. Валентина Тмофеевна Тмофеевна. Валентина Тмофеевна 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 Тмофеевна. Все. Огромное-огромное спасибо всем за работу. Я думаю, что полгода мы с вами работаем достойно.